ребята у нас сегодня второй этап работы над картиной ракушка на берегу океана и сегодня мы создаем красивое песчаное дно я буду создавать его с помощью пасты текстурный песок мальдивы вы можете использовать абсолютно любые текстурные пасты гладкие мягкие текстурные пасты с песком вообще все что вашей душе угодно все что есть в вашей стране вашем городе или то что вы можете доставить в данном случае мне нужно немножечко и разбавить она подсохла отдельно продаются ординат разбавитель эта паста когда высохнет будет реально напоминать песочек работать с ней довольно легко главное знать технику я вам покажу самый простой вариант вываливаю такую хорошо пасту добавлю еще жидкости обычно она довольно жидкая это я открыла новую банку хочу сказать что вот разбавитель довольно давно лежит обычно не вообще не пользовалась до этого вот он наконец-то и пригодился после того как наша паста высохнет я еще покажу как можно ее прокрасить красиво так напоминаю что у нас с вами рабочее место с хорошим освещением обязательно застелите рабочую поверхность я буду данном случае использую пленку который покупает в строительном магазине сейчас я аккуратненько распределяю таким тоненьким слоем если даже где-то будет просвечиваться наше дно арборда страшном и там ничего нет наоборот в этих местах у нас с вами получится более глубокий слой водички что тоже будет смотреться очень интересно и гармонично и здесь вот как вам нравится вы можете создать фактуру морского дна то есть вы можете слегка где-то пригладить где-то создать такие бороздки от волны вот чем дальше тем глубже тем больше у меня будет просветов а вначале у меня будет очень хорошо так укрыстый песочек нанесен смотрите можно вот так вот слегка покачивая мастихином создавать эффект который обычно мы видим около берега когда наша волна слегка слизывает сглаживает наш песочек добавим еще перемешала сильно жидкие не делаете должна быть такая густая прям густая густая сметана почему не стоит делать сильно жидкие если где-то у вас есть повреждения вашей основы в этом месте прям вздуется арборд не очень это приятно поэтому лучше размешайте вообще мы с моими учениками используем практически все текстурные пасты которые существуют потому что от каждой текстурной пасты получается свой эффект очень красивый и неповторимый вообще мне кажется когда вы владеете техникой чем больше вы знаете чем больше у вас есть и материалов тем круче у вас получается и вообще не никакие моменты не могут ограничить вас в творчестве используйте разные материалы обязательно учитесь обучение откроет для вас новые возможности и поможет как ни странно сэкономить потому что вы будете сразу с первого дня получать удовольствие от процесса не будете совершать обычные классические ошибки которые совершают новички то есть ваш учитель за вас все эти ошибки уже проделал и очень часто мне говорят а если мы никогда раньше в жизни не рисовали можем ли мы получится ли у нас я могу авторитетно заявить конечно да с 2019 года я уже преподаю и большая часть это где-то 85 процентов у меня учеников которые вообще раньше не рисовали не только с малой а вообще не занимались никакими видами творчества и поверьте у них получаются прекрасные работы очень приятное вы можете и пальчиками пощупать пальчиками можно создать такие немножко другие бороздки более сглаженные то здесь все как вам хочется вы даже можете вот такие кусками оставить песочек вот в этих местах я вообще не буду добавлять у меня прям остается основа основа у если у вас не ламинированный значит вам нужно было ее программировать мы с вами это сделали на прошлом занятии ну вот на такой артборд он у меня размером 30 на 30 сантиметров у меня ушло больше половины банки и